Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я давно уже не выкладывала для вас видео, потому что очень много разных изменений происходит в моей жизни. И если честно, сесть просто возле камеры и поговорить с вами спокойно. Не было времени, но я всё же также остаюсь актуальна и активна в соцсетях. Я вам отвечаю и на фейсбуке, и в инстаграме. Если вы ещё не подписаны на мой инстаграм, то подпишитесь. Я практически стараюсь каждый день выкладывать для вас посты. Конечно, это тоже не всегда получается, но там можете найти больше информации, которая вас интересует. И вы всегда можете мне написать, если у вас какой-то возникает вопрос и хотели бы найти на него ответ. Сегодня я возвращаюсь к теме, опять же, к садикам, потому что вы меня все просите рассказать более детально, как это происходило у нас, точнее в яслих, и рассказать стоимость, на что я обращала внимание, что нужно было принести в эти ясли, в садики, и как вообще сейчас происходит ситуация у нас. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Если вы подписаны только совсем недавно на мой канал, то я напомню вам, что мы живём в Польше, в городе Гданске. Это на севере Польши, возле Балтийского моря. Так как у нас погода меняется здесь просто как в Англии, наверное, с утра может быть солнце, потом дождь, и потом опять снег выпустит, и потом опять солнце, то здесь, конечно же, температура воздуха и вообще погода на территории Труймяста немного отличается от других городов. К чему это я вам говорю? К тому, что дети, наверное, без разницы, где бы они жили, даже хоть возле моря, всё равно они болеют. А если они ходят в ясли, либо в садик, то они болеют ещё чаще. Совсем недавно я опубликовала пост в Инстаграме, то, что мы попали в больницу и лежали там 5 дней. Не из приятных это всё, но, слава Богу, что я нашла хорошую поликлинику, точнее, мне посоветовали хорошую поликлинику. Было прекрасный осмотр ребёнка, прекрасное лечение. Слава Богу, всё позади. Я вам оставлю ссылочку в инфобоксе, где мы наблюдались, где мы проходили лечение. Это была больница на НФЗ, то есть по страховке. Если вы застрахованы, вы имеете право туда поехать и бесплатно там лечить. Единственным нюансом, то, что всё было для ребёнка, а для мамы, конечно же, было вообще минимально. Поэтому, благодаря моим подругам, которые приезжали очень часто, привозили еду и все потребности, которые нужно было, это было намного приносить легче. А так, если вы вообще сами, то, конечно, будет немножко тяжеловато, потому что вы 24 часа в сутки в этой больнице с ребёнком. Тема началась, как всегда, за садики и закончилась больницей. Возвращаясь к садикам. Так как вы знаете, что я сейчас работаю, то есть с понедельника по пятницу я на работе, поэтому ещё и из-за этого тоже мне очень тяжело сесть спокойно записать видео для вас, потому что, когда я возвращаюсь с работы, на улице уже темно, и, конечно, качество видео ещё хуже становится. Поэтому при выборе садика у меня было одно из условий, что он должен находиться рядом с моей работой. То есть в случае, если, не дай бог, что-то произойдёт с ребёнком, либо же там появляется температура высокая, я могу спокойно выйти с работы и очень быстро появиться у ребёнка и забрать его с садика. Точнее, с ясель. Я тоже путаю ясли и садик, когда мы разговариваем в русской речи, но в Польше идёт так, что если у вас ребёнок до 2,5-3 лет, то это ясли он идёт. Если же ребёнок от 2,5-3 лет, начинается уже с садик. Почему я говорю 2,5-3 года? Потому что всё зависит тоже от города, зависит от садиков и от ясель. Есть некоторые садики, которые против детей, которым исполнилось 2,5 года, они набирают только с 3 лет, потому что они хотят, чтобы ребёнок уже был вообще самостоятельный во всём. Ходил на горшок сам, кушал самостоятельно. Ну, то есть как бы была уже отдельная личность, у которой не нужно было бы помогать. Если же вашему ребёнку 2, либо там год и 9, то есть 2,2, то они всегда могут вас взять в садик, и вам придётся походить ещё в ясли. Как вы знаете, есть ясли, садики и приватные, и государственные. Приватных вы платите за месяц нахождения там вашего ребёнка, плюс ещё за питание. В государственных вы не платите за месяц его нахождения в садике, вы только платите за еду, ну и плюс какие-то там сборы, я не знаю, там может выезды каких-то деток, куда-то там на экскурсии, ну то есть по минимально. Я вам уже в инстаграме жаловалась, что вообще я ребёнка записала в государственный садик, и это не от того, что я такая модная, классная, хотела сразу в приватный садик, нет, я конечно же очень хотела, чтобы она попала в государственный, но, знаете, сейчас, после того уже, как она ходит туда два месяца в приватный, я в принципе довольна, и с людьми, которыми я общаюсь, у которых детки, у государственных, во многом я не согласна, и наверное, не знаю, как бы там было бы. Я её записала в государственный садик, ещё когда ей не было года, для того, чтобы вам записать ребёнка, вам нужно иметь на него пессель, я также оставлю в инфобоксе страницу, где можно зарегистрировать вашего ребёнка, и единственным условием там вы должны подтверждать актуальность регистрации каждый месяц. Если вы забыли эту дату подтвердить, то вас автоматически переводят на конец очередь. Когда я её регистрировала в 2017 году, на выбор было три садика, то есть вы можете добавить в список три садика, в которых вы хотели стоять бы в очередь. Но и все три садика практически были очень-очень близко к дому, к работе, точнее даже к дому, потому что на то время, когда я её регистрировала, я ещё не знала, что я буду работать, точнее я не знала, где я буду работать. Поэтому я смотрела и возле дома, и в той локализации, где бы я хотела бы работать, либо же от отзывов в интернете, который садик самый лучший. И когда я встала в очередь, то в одном из садиков мы были на 1028 месте, во втором мы были на 735 в районе месте, и в третьем садике мы были на 689 месте. То есть как бы картина была ужасающая с одной стороны, с другой стороны я думала, да, это же год, как бы в принципе должно всё передвинуться. И к 2018 году, к концу августа, мы уже были в первом садике в 258 месте, во втором садике там что-то тоже было 300 с чем-то, и третий точно так же. И я такая подумала, ё-моё, блин, прошёл год, и мы практически сдвинулись как бы на мало, и нет гарантии того, что мы туда попадём, потому что кажется, что из садика освобождается там 20 мест, может быть, и всё. Потом, когда я разговаривала со своими друзьями и поляками, то они мне сказали, что когда вы живёте здесь, то есть мы иностранцы, мы имеем право написать такое письмо директору садика, что у нас тяжёлая ситуация, что мы оба должны работать, например, и либо же вы там мать-одиночка, то есть вам точно надо выйти на работу, и таких деток они тоже могут взять вне очереди, поэтому если у вас критическая ситуация, берите, пишите, просите поляков, просите знакомых написать такое письмо, чтобы как-то отреагировали и взяли вас в государственный садик. Я очень хотела, чтобы группы были небольшие, понятное дело, что это бздык такой мамский, но, честно, когда в группе 20 человек, очень тяжело, наверное, нянечкам смотреть за ними, и да вообще дети сами, они как-то, знаете, шумят, но чем вот меньше группа, я считаю, тем намного эффектнее и лучше проходит день их. Ну и плюс ещё, конечно же, цена. Что касается цены, тут всё варьируется, но в Гданске я знаю, что дорогие цены, практически как в Варшаве. Здесь начинается от 600 злотых, плюс дополнительно за питание вы ещё платите. Питание тоже по-разному, где-то 10 злотых в день, где-то 8 злотых в день, где-то 12, где-то 15, то есть всё зависит от садика. 600, я сказала, тоже это минимальное, то есть это может быть где-то на окраине города, либо же такой садик, который не сильно примечательный, наш садик один из дорогих, это точно, я скажу, 950 злотых стоит в месяц, плюс оплаты за питание. Оплаты за питание у нас выходят 12 злотых в день, их кормят там 4 раза, находится она там целый день, то есть 8 часов с 8 утра до 16. То есть я её перед работой завожу и после работы её забираем. То есть она именно я на работе, и она тоже на своей работе, можно так сказать. Яссети открылись в этом году, то есть мы самые первопроходимцы, можно сказать, этих яссель. Я ещё приходила подписывать контракт, когда там только были белые стены и велись строительные работы, но я нашла просто от этих яссель садик именно, который уже открыт давно, и в садике очень классные отзывы, и я понимала, что в принципе образование, то, которое они будут давать, те занятия, которые они будут там проводить с маленькими детками, будет не хуже, нежели в садике. И я не ошиблась. Единственным минусом то, что ребёнок часто начал болеть. Конечно, это факт. Особенно в такую погоду, как сейчас, это сопли резко начинаются, ну и у нас просто такой период, когда сопли долгое время, они не проходят. В садик не пускают, в ясли, точнее, не пускают, если ребёнок болеет. Если вы приходите, ребёнок плохо себя чувствует, могут вам отказать, чтобы ребёнок оставался здесь на целый день, и вам тогда его придётся забрать. Потом нужно пойти будет к врачу, и если ребёнок здоров, нужно будет взять зашвечение от лекажа, то есть справку о том, что ребёнок ваш здоров. После этого приносите её в садик, показываете, и всё, тогда ребёнок может оставаться. Что касается приватных садиков, если ваш ребёнок отсутствует, то есть, например, по болезни, либо же вы уехали в отпуск, то вот этот чинж, можно так сказать, то есть ежемесячную оплату, она вносится каждый месяц, независимо, есть ли ваш ребёнок, либо нету. А еда, конечно же, высчитывается, то есть, если у вас не было 2 недели, то за 2 недели вы за еду не платите. В наших яслих у каждого своя кроватка, то есть, такие раскладные кроватки небольшие, у каждого своё, отдельно постельное, которое мы меняем 2 раза в месяц, у каждого свой шкафчик, у каждого свой горшок подписанный, у каждого свой стаканчик с зубной щёткой, зубной пастой, тоже подписанный. Нужно сразу подписывать все принадлежности, которые вы приносите в ясли, начиная от памперсов, носков, трусов, не знаю, одежды, щёток, банок, бутылок, то есть, всего-всего. У нас иногда были такие ситуации, когда ребёнок приходил не в своей одежде, домой, но это всё решаемо, потому что в нашей, например, группе только 6 человек от 2 лет до 3 лет, и есть ещё маленькая группа, которая от 9 месяцев до 2 лет, их там 10 человек. В каждой группе по 2 нянечки, то есть, это очень удобно, они следят за друг другом, если в конец дня остаётся очень малая группа деток, то 2 нянечки всё равно тоже остаются, и они просто объединяют 2 группы, играются, поют песенки, рисуют. Перед тем, как вы записываете ребёнка в ясли в садик, в приватный, то нужно заплатить чинж, то есть, это сумма единоразовая, которая не возвращается. В нашем садике это было 450 злотых, то есть, это сумма вписовых, записная, регистрационная, не знаю, как кто называет её, и она не возвращается. Не каждый имеет право войти в эти ясли, то есть, есть определённый код, в который можно зайти, плюс, перед тем, как вы забираете своего ребёнка, вы должны показать документ. Понятное дело, когда каждый день, например, я хожу, забираю ребёнка, то они меня знают, и это понятное дело. Но когда мы, например, заполняли внёски в садик, то мы указывали тоже, кто будет забирать ребёнка, фамилия, имя, номер телефона. Если приходит, например, ваша подружка забрать ребёнка, которой нету в списках отбирающих, ответственных взрослых, которых забирают детей, то ребёнка могут не отдать, только после звонка мамы либо отца, подтверждение того, что да, сегодня забирает вашего ребёнка другой человек, а не вы. По поводу фотографирования детей в яслях и выставления это в интернет. Вы знаете, в Польше рода сейчас, если не знаете, то я немного вам тоже подготовлю информацию побольше и расскажу о рода. Это обшедвожение дан особовых, то есть обработка личных данных в Польше. При этом сейчас очень серьёзно взялись в Евросоюзе об этом, поэтому не всегда можно рассказывать информацию о вас, а также выставлять в интернет ваши фотографии без вашего соглашения. Так вот, касается садика, то же самое мы подписывали документ. Я разрешала публикацию фотографий только со спины ребёнка, то есть чтобы не было лиц видно. Они выставляют иногда в группы, как ребёнок проводит время. Но если какой-то праздник, либо же, например, бал, который у нас будет сейчас, 31 октября, то тогда они создают специальную ссылку, где сохраняют все фотографии деток, которые были на этом празднике. Оттуда вы можете зайти, скачать фотографии, то есть они не попадают в социальное общество. И, наверное, самое одно из важных, которое многих волнует родителей, это список вещей, которые нужно принести в ясли. За садик не буду говорить, потому что у них немножко там отличаются, потому что, например, памперсы уже не нужно нести. Вы можете узнать список вещей либо же у директора, когда подписываете договор, либо же на официальных сайтах. Там всегда публикуется, что нужно взять, что нужно принести, да и вообще директора распечатки делают для родителей. И здесь без проблем взять какую-либо информацию. Что же касалось наших ясель, то нужно было принести упаковку памперсов подписанную, упаковку влажных салфеток, бидончик, то есть это откуда будет ребенок пить водичку. Сменная одежда – это два бодика, двое штанов, двое носков, трусы, потому что их там учат ходить на горшок, теплая кофта и две пары колгот. Все эти вещи должны храниться в тряпчаном таком мешочке. Я вам когда-то показывала в сторисах, в инстаграме, как выглядел наш мешочек. Я, если найду фотографию, если она у меня здесь осталась, то вам вставлю, как это выглядело. Я заказывала на Allegra этот мешок и можно сделать даже именной, и это очень-очень удобно. То есть вам не нужно там писать маркером, либо вышивать эти буквы, а сделать сразу именной мешочек. Должна быть сменная обувь, удобная для ребенка, для того, чтобы ходить целый день. У нас с этим проблем, у нас обувь снимается сразу же. Далее это небольшое полотенце 40 на 40, постельное белье, зубная щетка и паста для детей, которые уже старше 2 лет. Также любимая игрушка ребенка, с которой он любит засыпать, если такая же есть. Если ребенок еще маленький, то тогда соска. И если он пьет еще модифицированное молоко, то тогда смесь молока для вашего малыша тоже подписана. В принципе и все. Впоследствии вы просто приносите вещи, которых не хватает. Если ребенок вымазался, испачкался, либо что-то там порвал, то всегда нянечки заворачивают в специальные кульки детские вещи, оставляют на шкафчике, и вы просто приходите, забираете, стираете, и приносите свеженькое, новенькое все. Еще что касается прививок, справок, я знаю, что многие будут это спрашивать, при записи в ясли в садик вас ничего не требуют. Когда я заполняла внесы, то я указывала просто, какие прививки были сделаны ребенку, и все. То есть не нужно никакую там медкнигу нести в ясли в садик, только по требованию директора. Вы знаете, что в Польше есть платные обязательные прививки, платные обязательные, и платные необязательные прививки, то есть разные бывают прививки, но если, например, на ОСПУ, это платная прививка, она обязательная, но если вы берете справку с садика либо с ясель, то тогда она будет бесплатная. То есть есть некоторые прививки, которые вы можете справку взять в яслях либо садиках, и она для вас будет тогда бесплатна. Если же вы просто хотите пойти сделать без справки, то тогда нам будет платная. Опять же, вы можете проконсультироваться с педиатром со своим, узнать, какие нужны прививки, перед тем, как идти, например, в ясли, в садик. Но если ребенок у вас родился здесь, в Польше, и вы не отходите от графика прививок, то тогда все нормально, все сделано уже вовремя. Если же вы только приехали со своей страны в Польшу, то просто можете записаться в поликлинику, проконсультироваться с педиатром, и он вам назначит, какие нужно сделать еще ребенку, например, если не хватает прививок, для того, чтобы пойти в ясли, либо в садик. Адаптация прошла у нас практически нормально. У нас было так, что начинались занятия с 1 сентября, точнее, с 3 сентября, это был понедельник, а перед этим 2 недели в августе были адаптационные дни. То есть первая неделя была по часу, ребенок находился там, с родителями, понятное дело, то есть он просто привыкал, там во вторник и в четверг мы приходили, на час сидели в этих яслях, взрослые, понятное дело, разговаривали, общались с директором, узнавали всякие нюансы, которых еще было не сказано, а детки просто игрались в игрушки. Ну и последняя неделя месяца уже августа, во вторник и в четверг ребенка мы оставляли на час самих там, то есть детки проходили адаптацию. Конечно же, сначала был плач, крик, потому что все плакали там. Но, например, про Эмилию мне сказали, что она успокоилась минут через 20 уже, она уже игралась спокойно, сидела, как только я пришла, она опять начала плакать. Но это как бы нормально, в этом нет ничего позорного, как бы детки адаптируются, это все, в принципе, так и должно было быть. Первая неделя сентября я ее водила по 4 часа, то есть не на целый день еще, а по 4 часа, чтобы она там до обеда адаптировалась и спала уже дома. И в пятницу, наверное, первой недели я ее оставила на целый день, потому что после 3 дней мне сказали, что она себя нормально ведет, плачет только, ну, понятное дело, был плач только в начале, в самом там, с полчаса она там поплакала, а потом уже игралась, кушала. Поэтому я уже с второй недели сентября оставляла ее на целый день, и никаких не было проблем. Что касается по поводу языка, вы меня тоже спрашиваете, как ребенок адаптируется, понимает он или нет. Да, понимает, потому что я вам уже не раз писала и говорила, что с ребенком я общаюсь на улице по-польски, особенно если компания у нас в поляке есть, то только по-польски, я ничего не говорю ей по-русски. Если же мы дома, то, конечно же, мы общаемся с ней по-русски. Где-то, если мы в русской компании, то мы тоже по-русски. Что касается общественных транспортов, от общественных мест, там, больниц, я не знаю, каких-то музеев, то, конечно же, я тоже общаюсь с ней по-польски. Все зависит, опять же, от ситуации. Но, знаете, детки, они маленькие, если они еще не говорят, то они, в принципе, понимают. В садике вообще нет никаких проблем. У нас до сих пор некоторые еще не знают, что мы иностранцы. Что касается мультиков, то она вообще не хочет смотреть мультики ни по-русски, ни по-польски. У нас только английский, и совсем недавнего времени у нас португальский еще начался язык. Я не знаю, к чему это все ведет, на каком она у меня в итоге заговорит. Она, конечно же, говорит, использует какие-то слова, но это такие слова, которые, знаете, вот есть они и в русском языке, и в польском языке, то есть очень похожи, поэтому она вот их использует. Либо же говорить начало какого-то слова, но не говорить окончание его, потому что если окончание там в польском на «ч» заканчивается, а у нас на те, то как бы вот в этом плане ещё. Но на данный момент я её понимаю прекрасно, она меня тоже понимает. Если у вас остались ещё какие-то вопросы, обязательно пишите мне их в комментариях. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, с вами увидимся совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!